Тимура Иванова обвиняют в шпионаже в пользу британской разведки МИ-6 и передачи десятков миллионов долларов представителям вооруженных сил Украины, а также в сговоре с Евгением Пригожиным накануне его похода на Москву для организации свержения Владимира Путина. Об этом сообщило сегодня китайское сетевое издание Гуаньмин Жибао, ссылаясь на неназванный источник в разведывательном сообществе Китая. Добрый день, с вами снова я, злой торгист Александр Воронкин. И прежде чем мы продолжим, я призываю вас ставить лайки, писать свои комментарии, неважно положительные или отречательные, а также, если у вас есть такая возможность, помогать нам материально. Для этого прямо под этим видео есть кнопочка спонсорства. Не стесняйтесь и помогайте, ведь правда, как известно, стоит денег. А всем тем, кому более важно, как я говорю, а не что я говорю, отправляться на канал к Владимиру Соловьеву и слушать его соловьинные безупречные трели. Как известно, несколько дней назад Басманный суд Москвы аттестовал на два месяца заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, не менее одного миллиона рублей, а также и его друга, бизнесмена Сергея Бородина. В скобках замечу, что если, по мнению Басманова суда, миллион рублей – это крупная взятка для российского чиновника, то я, как говорил Паниковский, с него смеюсь. По версии следствия, Иванов и Бородин вступили в сговор с третьими лицами, чтобы получить особо крупную взятку имуществом при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Защита заместителя Сергея Сергу заявила, что тот не признаёт свою вину. Его адвокат Денис Балуев также указал, что обвинения в госизмене, о чём сообщили некоторые СМИ, чиновнику не предъявлялись. Однако всё говорит об обратном. Напомню, что Тимур Иванов был назначен на нынешнюю должность в 2016 году указом президента. Он кулировал управление имуществом, жилищное и медицинское обеспечение военнослужащих, а также строительство и реконструкцию объектов. Фактически это был самый крупный заказчик в Министерстве обороны. Российские СМИ сообщили, что он, среди прочего, отвечал за некоторые строительные работы в Малилуполе, портовом городе, частично оккупированной Донецкой области Украины, который в начале 2022 года подвеляться массированным бомбардировкам и был почти полностью разрушен российскими войсками. Летом 2022 года официальный телеканал военного ведомства «Звезда» сообщил, что Министерство строит целый жилой квартал в сильно пострадавшем городе и показал, как Иванов лично осматривает строительные площадки. В том же году фонд «Подбыть коррупции» Алексея Навального выпустил расследование, в котором заявил, что Иванов имеет особняки в Москве и на Рублевке, финансирует безбедную жизнь своих детей в Европе и сами ведет богатую и экстравагантную жизнь. Оппозиционные активисты утверждали, что жена Иванова Светлана развелась в нем летом 2022 года, чтобы избежать санкций и продолжить вести роскошный образ жизни в Европе. И так, по версии Гуаньмин-Жибао, еще в начале 2020 года полиция Лондона задержала супругу Иванова и обвинила ее в продаже наркотиков. И это якобы грозило ей лишением свободы от пяти до десяти лет и полной конфискацией всего имущества. А этого имущества было ну просто очень много, учитывая то, что немалая часть наворованного ее мужем была записана на нее. Светлана была якобы помещена под домашний арест, а потом на нее вышли агенты британской разведки МИ-6, которые предложили ей отелье в нее и ее мужу сделку. Семья начинает сотрудничать с британской разведкой, а со Светланой снимаются все обвинения, и семье оставляется все имущество, находящееся в Европе. Когда началось вторжение России в Украину, МИ-6 якобы передали своих агентов под контроль украинской разведки. И новые кураторы потребовали от Иванова не только передачу Украине секретной информации, но и предоставления ряду украинских подрядчиков, якобы лояльных оккупантам, строительных контрактов на десятки миллиардов долларов. И эти деньги пошли на финансирование украинской армии. Гуань Минжибау упоминает также, что вполне вероятно, Тимур Иванов был тесно связан с Евгением Пригожиным, и во время его похода на Москву сейчас и скисодействовал свободному проходу пригожинских мятежников к намеченной цели. ФСБ уже тогда впервые обвинила Иванова в попытке садиться к государственному перевороту, но в тот момент за него заступился его прямой начальник Сергей Шойгу, чьи личные финансовые интересы были неразрывно связаны с Ивановым. Те, кто полагают, что информация о Гуань Минжибау ни на чём не основана и является просто теорией конспирации, я обращал к высказыванию генерал-майора ФСБ России в отставке Александра Михайлова. В разговоре с Лентой РУ отставной генерал ФСБ указал на то, что многие в генеральном штабе давно подозревали Иванова в измене. И по мнению Александра Михайлова, образ жизни Светланы Ивановой давал спецслужбам других стран лёгкий повод манипулировать её супругом. Достаточно было просто найти у неё наркотики, чтобы затем шантазировать Иванова. А в том, что госпожа Светлана Иванова балуется наркотиками, знали в Министерстве обороны практически все. А всем тем, кому более важно, как я говорю, а не что я говорю, отправляться на канал к Владимиру Соловьёву и слушать его соловьинные безупречные трени. На этом на сегодня всё. Но прежде чем закончить эту программу, призываю вас ещё раз ставить лайки, подписываться на наш канал и помогать нам материально.